Если вы знаете, что Господь сделал это для вас, покажите мне это. Да, Он сделал это для вас во имя Иисуса. Не забывайте о своем задании. Задание от Бога. Это размышление. На вашем уровне мы не должны обманывать самих себя. Кому вы молитесь? Заложите прежде основание. Наше сердце разделено. Там есть конфликт между плотью и духом. Создайте комнату, дом для Святого Духа с помощью размышления. Размышление приносит откровения. Прямо сейчас начните постоянно прославлять Его Святое Имя в вашем сердце. Молитесь. Пойте гимны. Духовные песнопения. Воспевая в своих сердцах Господу все время. Днем и ночью. Это лучшая молитва, которая приведет вас к Духу Святому. Вам нужна встреча с Духом Святым. Приглашайте Его. Вы должны знать Бога, с Которым вы говорите. Которому вы молитесь. Когда вы молитесь Богу, вы слышите Его. Это двухстороннее общение. Доброе утро, сэр. Доброе утро, сын мой. Но вы так долго молились, никогда не слышав ответа от Него. Каждый раз, когда вы говорите с Ним, вы должны слышать. Прямо сейчас повторяйте за мной. Помня наше сегодняшнее послание. Вы должны не просто исповедовать, но веровать. Все, что вы говорите. Прямо сейчас живите этим. Господь Иисус, войди в мое сердце. Омой меня Твоей драгоценной кровью. Господь Иисус, сделай меня Твоим каналом любви, там, где ненависть. Сделай меня Твоим каналом сияющего света, там, где тьма. Сделай меня Твоим каналом прощения, там, где грех и ошибка. Сделай меня Твоим каналом извинения, там, где оскорбление. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Меня зовут Изя Джульетта. Я из штата Энугу. Проблема, которая привела меня в синагогу Церковь всех наций, это назначение на операцию. Из-за того, что пуповина была обвита вокруг шеи ребенка, мне нельзя было рожать из-за этого. Нужна была только операция. Во время общей молитвы я находилась в дополнительном помещении, рядом со зданием церкви. Когда человек Божий молился, я почувствовала схватки, и у меня отошли воды. Мне оказали скорую помощь, и я родила ребенка благополучно, без операции. Мадам, скажите, кто у вас родился? Это здоровенький мальчик. Бонусный мальчик. Давайте мы поднимаем ее вместе для Иисуса! Иммануэл! Спасибо, Иисус! Все, что я хочу сказать, это спасибо Иисус, потому что это был долгий путь. Во время общей молитвы я был на ступеньках, когда молился. Я написал записку, чтобы молились о ней. Я молился только о ней. Я говорил, «Бог пророка тебе, Джошуа, ты делал это для других, и со мной обязательно будет то же самое». И к моему удивлению, во время общей молитвы я увидел на большом экране ее. я увидел ее одежду. Я был поражен. Я думал, «Неужели это моя жена?» Я был шокирован. Я закричал и стал говорить всем, что это моя жена. «Если бы вы присмотрелись, то увидели бы, что я весь дрожу. Я не знаю, что сказать. Спасибо, Иисус!» Субтитры создавал DimaTorzok